Пережитое когда-то сексуализированное насилие, оно не просто разрушает женщину, тем более если оно не получило никакого наказания. Это разрушит ее, разрушит ее семью, обязательно разрушит дальше все, с чем она будет сталкиваться, пока она не получит этот гештальт. Например, в мае речь шла о 10 тысячах женщин. Это еще было до освобождения Херсонщины. Расскажите о себе. Меня Маш зовут, я юрист. Я юрист КВД-Инфо сейчас, но уже, наверное, лет 8 я работаю в разных правозащитных проектах. Я из Хабаровска. Я родилась в городе Амурске Хабаровского края. Там в Хабаровске закончила университет и уехала. Немножко пожила в Мурманске, потом уехала в Москву, потом жила в Грозном, работала в Чечне по чеченским делам. Потом вернулась в Москву и начала работать с проектом ОВД-Инфо, с мемориалом. И продолжаю. Сейчас я координирую юридическую линию ОВД-Инфо. Занимаюсь продуктами, которые помогут людям в отсутствии квалифицированной юридической помощи защищаться самостоятельно развитием таких продуктов. Созданием, развитием, популяризацией и так далее. Расскажите об инструментах ОВД-Инфо, которые помогают людям юридически защитить себя. У ОВД-Инфо есть продукт, который называется генераптор. Во-первых, у нас есть дивная традиция все наши продукты называть птичьими именами. И генераптор — это такой, он такой чуть-чуть больше, чем птичка. И очень агрессивный по отношению к системе, на наш взгляд. Потому что мы его создали, когда в 2021 году была волна протестов крупная в защиту Алексея Навального. И мы зашивались, и юристы просто не успевали писать количество судебных документов для защиты людей. И мы решили, что мы можем создать анкету и онлайн-генерацию документов, чтобы человек, заполняя анкету даже типа в автозаке перед арестом, мог отправить себе на электронную почту или другу документы, которые там кто-то принесет в суд потом. Чтобы у людей хотя бы был какой-то шанс создать себе грамотный кейс для ведения его в международные инстанции. Началось сотрудничество с российской ЛГБТ-сетью. И когда мне рассказали о том, что происходит в Чечне, это тогда был 2016 год. И это была охота на геев чеченская. Первая волна началась тогда. И когда мне рассказали о том, что некуда просто девать людей, которые запытаны, которые просто в адском состоянии, и вообще никто не знает, как им помочь. У всех, ни у кого не хватает сил и фантазии придумать, как их защитить. Что единственный эффективный способ — это эвакуация. И мне просто рассказали несколько кейсов. У меня тогда был адвокатский статус в России. И я сначала подумала, что это какая-то... Не знаю. Человек, который рассказывает, что не страдает, наверное, каким-то психиатрическим заболеванием. Что это нереально, такое невозможно. Но потом я увидела людей и дела, и кейсы сама. А как это можно потом развидеть? Я не знаю. Я завидую людям, если такие есть, которые погрузились в историю с положением прав человека в нашей стране, продолжают жить, и у них получается игнорировать это. У меня не получилось. Какие кейсы из вашей практики в Чечне шокировали вас больше всего? Одно из самых ужасных, наверное, это когда мы эвакуировали девушку, которую подозревали в гомосексуальной связи. Она прошла процедуру изгнания джиннов в исламском центре медицины в Грозном. И у нее был зашит рот, и у нее были вспороты ребра по... Ну, то есть кожа по ребрам, и ее клали в ванну с соленой водой, и читали Коран. И кожа на ее теле вывернулась от соленой воды, и было очень трудно. Мы делали перевязки и пытались ее как-то... Ну, и мы видели эту эвакуацию и делали ее вручную, поэтому, наверное, это до сих пор самый шокирующий кейс, который я знаю. Но в целом практически каждый кейс, не только ЛГБТ, а в целом преследование в Чечне, он отвратительно ужасающий. Просто вот настолько, что иногда люди думают, что это... Ну, я понимаю свою реакцию тогда. Ну, что это нереально такое... Это невозможно. Сейчас часто говорят о чеченизации России в связи с ростом насилия, в том числе со стороны правоохранительных органов. По-вашему, это корректный термин? Есть как будто бы несколько этапов восприятия этой ситуации. Если ты обыватель, если ты просто со стороны смотришь на ситуацию с правами человека, то да, можно отметить ужесточение пыток, закручивание гаек, применение более жестоких методов в расследовании дел, в возбуждении дел и так далее. Но с другой стороны, если ты юрист-правозащитник, и ты работаешь с этими делами, то ты знаешь прекрасно, что... Даже не обязательно быть юристом, ну, правозащитник просто, да? Или активист. То ты прекрасно знаешь, что кейсы не менее жестокие, чем в Чечне, возможно, в меньшем количестве, но не менее жестокие происходили и происходят и 20 лет назад, и 25, и далее. Ну, что это не то, чтобы какая-то отдельная волна. Да, становится страшнее. Да, сейчас довольно опасно стать фигурантом какого-либо уголовного дела. Я бы не сказала это в Чечне, не назвала бы это таким термином. Из Чечни периодически приходит информация о жестоких действиях силовиков в отношении ЛГБТ и женщин. Чем это можно объяснить? Ну, много поводов для того, чтобы люди хотели и стремились быть жестокими, да, и вот для мотивации их быть более жестокими. Объясню, например, у многих военных, которые остались, есть, ну, во-первых, Чечня — это регион преемственности. Если отец был военным, то сын тоже будет военным, с большей вероятностью. Если отец служил в Кадыровском, Ахматовском полку, то, собственно, и сын, и его сын, и все остальные тоже будут там служить и тоже будут занимать какие-то должности. Это раз. Две чеченские компании. И все вытекающие оттуда пережитый опыт, посттравматические расстройства, психиатрические заболевания, которые буквально передаются вот такой средой насилия концентрированного, передаются из поколения в поколение в семье. Так люди растут, они так привыкли. Они не знают, что можно жить без насилия. Их так не учили. Дальше, естественно, социальные все истории — это то, что нет денег, это то, что о кем я буду, если не буду военным. Ну, я так говорю уверенно, потому что 99% кейсов о насилии все от агентов государства, то есть от представителей силовых структур. Поэтому я уверенно говорю, что военные или силовики, да, объяснюсь. Вот, собственно, а кем я буду, если я не буду силовиком? А папа был, и я буду. И вообще позор-позор. Плюс следующий аспект — это религия. Абсолютно. Тут объясняется положение женщины изначально, начиная от семьи, заканчивая, уж не дай бог, этим страшным словом ЛГБТ. Это, кажется, три базовые причины. А дальше можно углубляться бесконечно, индивидуализировать, исходя из того, какие кейсы у нас есть в анамнезе, так скажем. Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 2022 года? Ну, иммиграция — это самое страшное, с чем пришлось столкнуться. Ну и, наверное, вот это чувство стыда, неперекращающейся и боли за то, что ты каждый день видишь в новостях. Я говорю, а у меня слезы накатывают. Я не хочу, чтобы люди, которые будут смотреть видео, меня как-то превратно поняли. У меня очень прекрасная иммиграция. У меня классный проект, который мне помог со всем этим. У меня куча друзей, и я никогда не оставалась одна. Но я юрист не теоретик, я юрист-практик. Мне тяжело не ходить в суды. Я иногда просыпаюсь ночью, подскакиваю, мне снится суд. Мне снится, как я бегу куда-то, что я хочу работать. Мне хочется нормальной практики, нормальной работы. Мне очень грустно и тяжело писать постоянно документы, которые уходят в стол, которые никто не читает, которые никому не нужны. Мне не хватает живой работы моей, которую я делала руками. Почему вы уехали из России? Я военно обязана. Я уехала 5 марта, в ночь с 4 на 5 марта. Мы тогда еще не знали, что 5 марта в офис мемориала ворвутся силовики. Но вот как раз, когда силовики стучали в двери, я уже прошла контроль и была в аэропорту. Я улетела в Турцию. Месяц мы с будущим мужем жили в Турции. Пытались собрать деньги, понять, кто мы теперь и как, что у нас есть, какие у нас ресурсы теперь есть. Улетела я с одним 20-литровым рюкзаком на двоих. Туда поскидывала рандомные вещи. Потом только поняла, что я туда набросала каких-то вещей дурацких абсолютно. Я собрала туда свои лучшие костюмы, в которых я ходила в суды, потому что мне казалось, что я уеду, у меня не будет работы, мне нужно будет искать новую работу. И поэтому мне нужно будет выглядеть хорошо. И вот чтобы я выглядела хорошо, мне нужна презентабельная одежда. Поэтому я собрала одежду, в которую нельзя было ходить в Турцию, тем более в эмиграции. В Турции мы месяц просидели. Потом у нас был запланированный отпуск. Еще до того, как мы вообще знали о том, что случится война, и предполагали эту всю эмиграцию, у нас было уже забронировано жилье в Грузии, в Тбилиси. И куплены билеты задолго-задолго до. Месяц мы провели в Тбилиси, а потом нас друзья пригласили во Францию. Мы немножко были во Франции, потому что было ощущение, что вообще непонятно, когда дальше жить. Была какая-то ежедневная работа, и горизонт планирования 2 часа. Вот у тебя есть загрузка на 2 часа, а что будет дальше вообще непонятно. И лучше не рефлексировать на эту тему, потому что когда ты начинаешь понимать, что ты вообще вне пространства и времени, становится страшно очень. После Франции уже нужно было понимать, где мы будем жить, где мы сможем легализоваться, где какие условия. У нас была целая таблица, где мы сравнивали сроки получения видов на жительство, гражданство, варианты различные. Что мы потянем, что не потянем. И в итоге, так как у моего бывшего супруга магистратура в Латвии, в Рижской школе право, он знает Ригу хорошо, и мы решили, что будет неплохой вариант. И вроде как к дому близко, если чуть что-то, мы вот на автобус или на машину сел и поехал, что мы вот сможем вернуться. И мы решили остановиться в Латвии. Вы помогали задержанным на митингах. Как изменялся протест за время вашей практики? Первые протесты, которые были, они были против выборов в Госдуму. Это 2019 год, когда я уже работала с протестами именно. Это были протесты в Москве. И тогда я еще не... Я была волонтеркой ОВД-Инфо и помогала Маше Эйсмант, и мы с ней ездили по разным отделам, просто потому что в отделе обычно 30-40 человек, и Маша зашивалась, а я могла ей хотя бы поесть, перенести кофе, помочь документы накалякать на полу где-нибудь в отделе и быстренько подать их. Тогда протест был такой, он был активный, люди были мотивированы, они выходили и говорили, что да, мы правда верим в то, что вот мы сейчас выйдем на проспект Сахарова или что мы пройдемся колонной по центральным улицам до Манежки, и что мы сможем отстоять вот эти вот дурацкие выборы, и что на нас наконец-то обратят внимание, что не все люди готовы хавать то, что происходит в стране, готовы мириться с этим. Тогда было прям прикольно, я познакомилась с огромным количеством интересных людей, и просто мой горизонт был вот такой невероятный, потому что ты говоришь с молодыми ребятами, девчонками, которые выходят на эти протесты, они такие все с огнем в глазах, было прям классно. А потом протест стал такой навально-центричный, я бы сказала, потому что когда Алексей позовет на протесты, люди выходили, а потом начались репрессии в отношении Алексея, и люди просто... Я рада, что нашлись смелые, кто и в аэропорт ездил, когда самолет был, и выходил в поддержку. А сейчас протест, вопреки распространенному мнению, что он умер, и что нет никакого протеста, он есть. Еще в 21-м году люди пробовали онлайн-протесты, и сейчас, скорее всего, это были не посты. Это была история, когда люди на Яндекс-картах отмечали возле Кремля себя, что они вышли и писали там «Нет Путину» или «Путин хуйло», вот это вот лозунги разные. Они отмечались. Яндекс очень быстро зачистил эту возможность. Дальше протест перетекал медленно, но верно, в сеть, когда во Вконтакте люди писали свои мнения, свои позиции, а дальше распространялись они на Фейсбук, на какие-то другие социальные сети. Сейчас протест существует в виде форме одиночного пикетирования. Люди ежедневно практически выходят. Хотя бы раз в неделю мы обязательно получаем запрос на адвоката в отдел, потому что задержали за выход в одиночный пикет. Большинство пикетов антивоенные, но остальные все дела десятками, тысячами связаны именно с публикациями в социальных сетях. Имеют ли смысл протесты россиян за рубежом? Для меня, например, всегда целью протеста было просто не дать себе сойти с ума, выйти и сказать, что я вообще-то против. И вы тоже можете против быть. И у тебя есть право выбирать вообще в целом. Это и про политику, это и про право, это и про любые другие мнения. Можно привязать к чему угодно. Для меня такая цель, и тогда я не считаю, что протест за пределами России неэффективен. Также эффективен, потому что 99% таких протестов утекают в сеть, про это пишут СМИ, про это... Но это можно придать огласке, и особенно если в такие протесты выходят люди, которые обладают каким-то социальным статусом или являются инфлюенсерами. Есть ли сейчас смысл у мирного протеста в России? Он точно не бессмысленен, он никогда не будет для меня лично бессмысленен, но он очевидно опасен. И тут я очень боюсь говорить, потому что я не хочу создать ощущение цензуры. Ни в случае с распространением информации о протесте, ни в случае с реализацией права на свободу мирных собраний, я не хочу, чтобы люди думали, что в пикет выйти нельзя, в пикет можно выйти, и акцию можно организовать. Да, она прямо запрещена нормами, но у нас много, что запрещено нормами сейчас. Ну и это нелогичные нормы, они нерациональные. Поэтому если никто не будет выходить, то все будет так, как есть и останется так, как есть. Ничего не поменяется. И ты никогда не донесешь свою мысль или свое мнение до людей, других, не знаю, соседей, людей, которые тебя на Красной площади увидят. Да, Господи, сотрудников полиции, которые прибегут тебя задерживать, в конце концов. У них же тоже когда должны глаза открыться. Изменились ли отношения с родственниками после начала войны? Нет. Мне... У нас договорной нейтралитет с сестрой. Ей трудно воспринимать мою работу и информацию, особенно, которая немножко уходит в сторону политики. А мне трудно ей объяснять, и я очень боюсь конфликта, потому что сестра — это последний близкий человек, который у меня остался. У меня нет ни родителей, никого. Это только сестра. И если я перестану с ней общаться, то это, конечно, бомбанет меня сильно. Это часть моей устойчивости. Поэтому тут у меня личный интерес не ругаться с ней на тему антивоенных позиций. Я не хочу знать ее позицию. Я боюсь знать ее позицию глубоко. Поэтому я глубоко не копаю. Если ей нужна помощь, я ей помогу обсуждать ее отношения, ну, она против войны, она против жестокости, но она никогда ничего не сделает для того, чтобы выйти, например, на протест. Ее муж тоже получил повестку, например, и я консультировала их, как правильно поступить, чтобы не попасть на фронт. Сейчас вы занимаетесь помощью украинским женщинам, пережившим сексуализированное насилие со стороны российских военных. Расскажите об этой инициативе. Это просто инициативное объединение нескольких адвокатов. К сожалению, я не могу называть их имена и участников этого проекта, потому что они остаются в России, и это опасно для них. Это обычная инициатива, чатик, где мы обсуждаем и думаем, как помочь женщинам, которые столкнулись с этим сексуализированным насилием, как их защитить и как добиться для них какого-то правосудия, что ли. Вариантов довольно мало и эффективных средств практически нет, поэтому мы бесконечно изучаем этот вопрос. Мы обсуждаем возможность получения репаративных выплат из заарестованных российских активов для этих женщин. Точнее, включение их в список в очередь на репаративные выплаты. Не то, чтобы этот список сформирован официально, но есть какие-то идеи его создания. Есть разные варианты этих списков. И женщины, пережившие сексуализированное насилие, там далеко не в первых трех строчках. Мы, когда обсуждаем с адвокатками, с коллегами это все, мы говорим о том, что пережитое когда-то сексуализированное насилие, оно не просто разрушает женщину, тем более, если оно не получило никакого наказания. То есть, если она не знает, что виновник был наказан, что он понес какое-то наказание, что она просто пережила, умолчала, что чаще всего бывает, и в себе это носит. Это разрушит ее, разрушит ее семью, обязательно разрушит дальше все, с чем она будет сталкиваться, пока она не получит этот гештальт. У них сейчас ряд страшнейших бытовых проблем, и сейчас совсем не до этого. Сейчас как бы выжить, а не то, чтобы кого-то наказать. Ну и в целом информация на государственном уровне очень скрывается. Я про российскую сторону вообще молчу. Если мы говорим с точки зрения юриспруденции, то есть ряд российских СМИ, которые лицензированы как средства массовой информации на территории Российской Федерации, которые придавали огласки о случае сексуализированного насилия военных на территории подконтрольной России на тот момент, оккупированной российскими военными, или на территории Украины, но там, где шла речь прямо о том, что это были солдаты российских вооруженных сил или военные, ЧВК «Вагнер» и так далее, то, согласно закону, это повод для проведения проверки следственными органами. Российский Следственный комитет не провел ни одной проверки и не отчитался ни о чем, абсолютно ни об одном преступлении, которое стало публичным. Как вы узнаете о жертвах сексуализированного насилия в Украине? С информацией очень тяжело. Во-первых, потому что практически все в инициативе — это представители российской адвокатуры, есть коллега украинка. Информацию и она тоже не получает, потому что эта информация скрыта. В первую очередь, в первую очередь со стороны Украины. Во-вторых, в принципе, преступления, сексуализированные преступления, они все латентны. Мы знаем только, вот если мы берем там, да, количество преступлений, 100%, да, то мы знаем только о 4%. Например, в мае речь шла о 10 тысячах женщин, плюс-минус. Это мы еще не знаем, это мы еще не знаем информацию и количество пострадавших на оккупированных территориях. И сейчас уже часть территории была освобождена, и мы до сих пор не знаем, о каком порядке цифр идет речь. Это еще было до освобождения Херсонщины. Это даже не 4%, это вот где-то очень близко к 4%, но не 4%. Это то, что вышло в паблик, это то, что писали СМИ, это то, что есть в докладах Human Rights Watch, это то, что есть в... Это то, что хоть как-то стало публичным. Это страшные цифры, да, а кейсы еще страшнее. О чем вы мечтаете? Ну вот горизонта планирования нет, а мечта, это же про план, мечтаю завести кошку. Вот. Но не могу, потому что с моей работой это невозможно, потому что я постоянно где-то отсутствую, или я просто настолько могу увлечься работой, что я забуду про животное когда-нибудь. Чего вы боитесь? Боюсь, что не смогу когда-то не смогу помогать людям. Это глобальное. Потому что, когда я понимаю, что я перестаю, у меня нет возможности помочь, это очень больно, это очень тяжело. Я очень лично переживаю это каждый раз. Даже если я человека не знаю, родственников его не знаю вообще, просто я прочитала кейс, я знаю, что я... У меня есть компетенция, но у меня руки не дотягиваются, я не могу приехать в суд. Какими будут последствия войны для России? Это ведет к серьезному разложению общества, которое остается в России, расслоению и разложению. Расслоение, оно опять произойдет, как было в условно-имперской России, империи, когда появились у нас аристократы, которые могли позволить многое, и вот эта челядь, которая выживала. И сейчас я думаю, что уже видно это расслоение даже в центральных городах. И это приведет... Ну, я тут не могу сказать ничего, кроме юридического, потому что это приведет к ужасному росту преступности, именно насильственной преступности, что пугает больше всего. Это уже происходит, но сейчас это еще слишком скрыто от общественности, потому что это не такие шокирующие цифры, но они будут только расти, степень жестокости будет только расти, и мне очень жаль, что это будет происходить в моей стране. Я не знаю, как потом объяснять людям, или там, не знаю, ну, когда будут спрашивать, а как Россия до этого докатилась? Да блин, ну вот так докатилась. Что могут сделать россияне, чтобы война поскорее закончилась? Разрешить себе выражать свою позицию, мнение, это вывод, который я делаю из работы на юридической линии именно. Многие находятся в таком стрессе, что иногда обращаются просто поговорить, когда еще ничего не случилось, но им очень хочется знать, что случится, если. И многие говорят, да я бы на акцию вышел, да я бы и с топором кремлю, но мне так страшно, а что со мной будет? А меня же в тюрьму посадят. Да, посадят. Ну вот как бы осознать, что мы находимся в некой точке невозврата, и если вы будете молчать сейчас, то потом смысла говорить уже не будет. Это и к уехавшим, и это и к оставшимся. Это ко всем. Нельзя, вы знаете, мне недавно подруга, мы с ней обсуждали, и моя близкая подруга сказала как-то так, что меня прям зацепило это. Я ненавижу мир людей, в котором нет войны. Вот я тоже ненавижу этот мир. Я не знаю, как люди могут жить и говорить постоянно, что типа, ну да, война-то она там, а я-то здесь. Ну мне-то нужно про хлеб думать, про отпуск вообще-то, ну лето, алло, а я в отпуске не был. Ну и вот мне нужно про вещи насущные думать. А война, да, да, задана, 40 гривен переведу в СУ. Мне хочется, чтобы люди разрешили себе выражать свою позицию и не бояться или научиться принимать последствия и ситуацию, в которой мы все оказались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok